Депутаты регионального парламента ввели мораторий на рост числа госслужащих в 2016 году. Соответствующие поправки были приняты на заключительной в этом году сессии. Принятая норма запрещает администрации региона увеличивать число госслужащих, а также количество работающих в окружных казенных учреждениях. Соответствующие поправки были внесены в текстовую часть закона округа об окружном бюджете. В привязке к бюджету приняли и ряд других законов округа. Ирина Цепитова с подробностями. По данным Росстата, численность работников, замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ненецкого округа на 1 октября составила 486 человек. Укомплектованность штата 95,7%. Своим решением депутаты окружного парламента намерены изменить сложившуюся ситуацию. Сегодня администрацией проводится большая работа по сокращению количества государственных служащих. Вы знаете, что мы на территории России, чуть ли не самые в первых рядах, по количеству государственных служащих на одного прорывающего в нашем округе. Структурные изменения коснутся и учреждения образования в целях оптимизации бюджетных учреждений и повышения качества образовательных услуг в малых населённых пунктах округа. Так депутаты согласовали объединение средней школы посёлка Индиго и начальной школы детский сад посёлка Волчейский. Мероприятия никоим образом не повлияют на образовательный процесс в реорганизуемых образовательных организациях. После получения дошкольного и начального общего образования в филиале расположено посёлка Волчейский, в данном случае по месту жительства детей, обучающих, как и прежде, продолжат обучение в средней школе посёлка Индиго. Также начальная школа деревни Чижа станет филиалом средней школы села Несь, а начальная школа в СНОПе – филиалом Омской школы. Процесс реорганизации прошёл с учётом мнения общественности. Реорганизационные мероприятия пройдут и в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения округа. Так, в 2016 году Оксинская участковая больница станет филиалом Ненецкой окружной больницы и, как следствие, перейдёт в систему обязательного медицинского страхования. «Присоединение позволит лучше организовать работу в общественной больнице, освободить главного удача от административных функций, от необходимости организовывать государственные закупки и позволит улучшить качество медицинского обеспечения села Оксино». Аналогичная реорганизация коснётся и других медицинских учреждений. К центральной районной поликлинике в качестве филиалов присоединятся Самдерминская, Колгуевская, Красновская, Телевисочная, Омская, Каратайская, Нельминосовская, Карская и Харутинская амбулатории. Планируется, что переход будет плавным и продлится до конца 2017 года. Ещё одно изменение, которое касается сферы здравоохранения. Больничный лист со следующего года будет оплачиваться наполовину. Сейчас больничное гражданским служащим и работникам бюджетной сферы в регионе оплачивает по стопроцентной системе. Половину компенсирует фонд ОМС, вторую – региональная казна. От такой практики решено уходить. Согласно новым поправкам, доплата к больничному листу сохранится в полном объёме только для отдельных категорий граждан. Это касается женщин, которые находятся на больничном по беременности и родам, а также тех, кто находится на больничном по уходу за ребёнком и другим членам семьи. Остальным категориям граждан доплата к пособию по больничному листу будет выплачиваться в размере разницы между 50% среднего заработка и размером пособия, которое выплачивается за счёт бюджета Фонда социального страхования. Ощущимую разницу с введением новых правил почувствуют только те, у кого заработная плата выше 50 тысяч рублей. Также на сессии депутаты утвердили передачу к компетенции органов местного самоуправления города и посёлка Искатели полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозке по соответствующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Принятие данного законопроекта позволит органам местного самоуправления в соответствии с принятыми порядками предоставление субсидий возмещать перевозчикам на полученные доходы к перевозке пассажиров и багажа к мобильным транспорту, за исключением векового такси. На переходный период с 1 января по 1 марта следующего года субсидирование по муниципальным маршрутам будет осуществлять Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. На эти цели из бюджета округа потребуется более 14 миллионов рублей. Во втором окончательном чтении депутаты приняли изменения в закон о специализированном государственном жилищном фонде НАУ. Документ предусматривает возможность предоставления жилых помещений в принадлежащих округу общежитиях лицам в возрасте до 30 лет, получившим на территории России высшее или среднее профессиональное образование и впервые трудоустроившимся по полученной специальности во внебюджетной организации на территории сельских населенных пунктов округа. Помещения в специализированном фонде будут предоставляться при соблюдении определенных условий. Максимальный срок, на который выделяется комната в общежитии – три года. Помещения в специализированном фонде будут предоставляться при соблюдении также таких условий. Первое – отсутствие у молодого специалиста в соответствующем сельском населенном пункте жилья в собственности или по договору социального найма. Второе условие – до поступления в высшее или среднее учебное заведение молодой человек должен был постоянно проживать в Ненецком округе не менее пяти лет. Законопроект разработан для того, чтобы привлечь молодых специалистов в сельские населенные пункты. Пока, правда, непонятно, как реализовывать данную идею. Ведь пустующих общежитий в регионе, по сути, нет. По мнению депутатов, этот законопроект будет принят с перспективой на будущее. Все решения, принятые депутатами на сессии, стали крайними в уходящем году.